Если вы до сих пор считаете, что российские оккупанты это люди, то я призываю вас избавиться от этого заблуждения. И чем быстрее, тем лучше. Здесь вы видите приказ министра обороны Российской Федерации от 21 марта 2022 года. Подписан этот приказ. Сейчас я покажу, где он подписан тут. Вот. Подписан он временно исполняющим обязанности Булгаковым. То есть Шойгу куда-то исчез. Ну, а сейчас я прочту об этом приказе. Это пост Дмитрия Чекалкина, который цитирует Хельги Шарп. Хакеры в очередной раз взломали базы данных Министерства обороны Российской Федерации и выкачали гигабайты документов. Одним из интересных является приказ о проведении мероприятий информационного характера в сети интернет. Исходя из документа, нужно выделить следующие три факта. Сергея Шойгу с 21 марта уже официально нет. Количество военных Российской Федерации, которые сдаются в плен и дезертируют огромное, и стало одной из главных проблем. Пропагандисты Российской Федерации получили приказ массово создавать фейки о нечеловеческом отношении ВСУ к российским пленным. Сейчас на России за смерть Орка в Украине платят 7 миллионов рублей и берут подписку о неразглашении в публичном пространстве, факта смерти. Так вот, согласно репортажу новой газеты, которую уже закрыли, в российской глубинке каждая третья семья предпочтет получить именно эти 7 миллионов, а не жизнь своих живых сыновей. Это больная страна и больные люди. Итак, ну а теперь сам текст приказа. Приказ министра обороны Российской Федерации. 21 марта 2022 года, номер 176, город Москва. О проведении мероприятий информационного характера в сети интернет. В связи с увеличением количества фактов сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации во время проведения специальной операции на территории Украины и публикациями различными средствами массовой информации о доброжелательном поведении с пленными на территории Украины, что в свою очередь усиливает у военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации чувство безнаказанности и возможности легко избежать обязанности отдавать свой воинский долг в ходе специальной операции на территории Украины. Приказываю. Какие слова? Воинский долг. В чем же заключается воинский долг воина Российской Федерации? Не в том, чтобы защищать свою страну и своих людей, вас, россияне, а в том, чтобы прийти в Украину и убивать ее женщин, детей, стариков, молодых, всех подряд и разрушать полностью Украину. Продолжаю. Приказываю. Первое. Разработать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного поведения военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований на территории Украины в отношении пленных, которые изъявили добровольное желание сдаться в плен. То есть снять брехливые фильмы и эти брехливые фильмы показывать вам, россияне, а вы будете в них верить. Второе. Разработать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц во время съемок брифингов, взятых в плен военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. То есть он признает, что эти брифинги были. Также опровергнуть факт использования вооруженными силами Российской Федерации военнослужащих, проходящими военную службу по призыву. То есть вот военнослужащих призывали на срочную службу, а потом их использовали как убийц украинского народа. Третье. Осуществить информационное сопровождение материалов в комментариях основным аргументом указывать нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Значит у нас тут как бы регулярно в интернете появляется спикер от правительства Украины Арестович, который в каждом своем практически видео рассказывает о том, что Украина к военнопленным относится так, как требует Женевская конвенция. То есть кормить его, дать ему жилье и сохранять его в целости и невредимости до окончания войны. А что делает Россия? Вы знаете россияне? Наверное нет. Четвертое. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления информационного противоборства и маскировки Министерства обороны Российской Федерации. Фамилия не указана. Временно исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации генерал армии Булгаков. Значит о чем говорит этот приказ? О том, что генерал армии приказывает своим подчиненным врать. Врать всегда, врать обо всем и врать как можно больше. Исходя из этого, врет товарищ Коношенков, который рассказывает о, как официальный спикер от Министерства обороны, о погибших в России. Вам врут. Так вот я хочу заметить, что я уверена, что и ваши вот эти вот, ну как их назвать, пропагандисты, я назову культурно, как то Скобеева, там Киселев, Соловьев, этот Скобеева и муж, я не знаю как его фамилия. А вот эта парочка Симоньян с Килосаяном, это люди, которые вот имеют такой же точно приказ, и они вам годами врут. Годами врут, понимаете? Они в ваши головы вкладывают вот эту ненависть к Украине, вкладывают вранье. Ну что ж, живите с этим, россияне. Вам как бы и неплохо живется, я так понимаю. Просто, знаете, это же было всегда, это не новости о том, что ведется война информационная, такое было и в то время, когда, допустим, Германия воевала, это тоже было, это называлось Геббельс-пропаганда. Но, конечно, тогда не было такой возможности проникнуть как бы в сердце противника, в его там, знаете, в его документы, и вот это вытащить наружу, так сказать, за ушко на солнышко. Это один из документов, который будет в международном трибунале, который, я надеюсь, пройдет в Мариуполе или в Харькове, аналогичный тому, который был в Нюрнберге. И вот эти вот, как эта фамилия его тут, Булгаков, если он доживет до этого времени, то он тоже будет сидеть на этой скамье и мечтать о том, чтобы его расстреляли, а не повесили. Не знаю, или может там удалили чем-нибудь другим, чтобы смерть была ему легче. Я им от всей душе этого желаю. Я им от всей душе этого желаю всем. Начиная с самого верхнего упыря и кончая вот этими всеми стороганями, которые там вокруг его окружают, которые принимают эти бесчеловечные решения, вот эти там тетки, это вообще-то не женщины, это монстры. Это там Памфилова, которая подтасовывает все выборы. Это Матвиенко, это убоище, этот позор Украины. Украинская земля рождает не только героев, она рождает и ублюдков, как показывает. Ой, как показывает жизнь. Поэтому, мои дорогие украинцы, это будет. Будет этот трибунал, и все они получат по заслугам. Знаете, ведь добро, оно всегда восторжествует над злом. Всегда. Такого не было еще, чтобы зло восторжествовало. Даже если оно будет торжествовать годами, так как это было в Украине, с украденным Крымом, с многострадальным Донбассом, который Россия оккупировала, разрушила, украла все, что можно. Что забыли, те, кто живет там, в Донбассе, как вывозились заводы, демонтировались и вывозились оттуда. Воровалось все. А то, что не могло быть украдено, то уничтожалось. Ну, а теперь уничтожают людей Донбасса. Ловят мужчин в Донбассе и заставляют идти впереди российских войск, безоружных. Чтобы по ним начали стрелять украинские БСУ. Ну, чтобы потом было легче российским войскам определяться, куда надо направлять свою артиллерию. Так вот, для этого, ну, Путин, он же сказал, мы всегда будем идти за спинами женщин, детей. Ну, теперь он идет за спинами тех украинцев, которые жили на Донбассе и которые кричали, Путин введи. Ну, вот он вводит уже довольно долго. Наверное, это, знаете, очень впечатляет. Так что берегитесь, убийцы. Час расплаты все равно наступит. А Украина победит. Потому что Украина это потрясающая страна. В Украине потрясающие люди. И никто, знаете, никто во всем мире не сомневается в победе Украины. Конечно, каждый день приближает нас к этой победе. Каждый день, каждая ночь приближает нас к этой победе. Слава Украине! Слава ее! Замечательным украинцам! Продолжение следует... Продолжение следует...